Предложения и замечания принимаются. Губернатор Станислав Воскресенский знакомый со сходом работ по реконструкции Ивановского ЖД вокзала. В этот раз особый акцент на просьбы маломобильных групп населения. Учесть всюду мелочей, наверное, невозможно, но обновленный вокзал определенно будет доступной средой. Проектом предусмотрена специальная зона для людей с ограниченными возможностями здоровья. Заниженные кассы для колясочников, нескользкие пандусы, а также отдельные сотрудники для сопровождения. Будет навигация на вокзале. Полностью готовы туалеты. Для колясочников своя отдельная уборная с поручнями и специальной раковиной. На этом пока все. В залах еще не до косметики. Мы, как считаем, сделать должны на века. То есть, если делаем что-то, значит делаем. Поэтому, видите, спокойно идет такая мощная реконструкция. Действительно, проект с точки зрения маломобильных группы. Люди обратились, мы скорректировали по ходу. Пока время есть. И в дальнейшем сейчас достаточно профессионально команда разрабатывает, как уже внутренность, внутренняя навигация для пассажира будет устроена в обоих залах. Мы тоже покажем обязательно. Все службы голубого зала сейчас приносят в красный. Там в ближайшие 10 дней построят временные кассы. Здесь начинается полная реконструкция. Полная, это значит, ну не реконструкция, у нас будет обновление вокзала, да. Снимается все, разбирается до бетона, до кирпича, что называется, да. И дальше будет новая отделка из негорючих материалов. Видите, самые сложные, вот ребята говорили, были витражи, но они уже приехали, установили. За них, за них переживали. Ну, это все видите, вот у нас, да, то, что Санислав Сергеевич сказал, да, когда скрывается в ходе работ. Вот вы сейчас даже можете обратить внимание. Усиление конструкции идет, простенков. И так у нас здесь, к сожалению, много таких вещей, что в надземной части, что в подземной части. Для удобства пассажиров немного изменится первая платформа, к которой приходит «Ласточка». Пожилые люди жаловались, что спускаться нужно с высокой ступеньки. Подрядчик пообещал, что к 30 декабря поезд и платформа будут на одном уровне. Таким образом, реконструкция платформы начнется уже сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова